Рекордное количество снега выпало в Москве за последние сутки. Рекорд именно для этого дня. Коммунальные службы Москвы до сих пор вынуждены работать в авральном режиме, но справиться со снегом им до конца не удается. Пока то, какая ситуация сложилась в Москве к этому часу, мы знаем о Володе Роменского. Он только что ходил по улице и утопал тоже снегу вместе со всеми. Привет, Володь. Здравствуй, Маша. Действительно, ботинки до сих пор грязные. А город утопает снегу, его пытаются убрать, но количество отскадков настолько большое, что это сделать не так-то просто. Прежде в этот день года так много снега прежде еще никогда не выпадало. Коммунальщики пытаются ликвидировать последствия снегопада, прошедшего накануне, но пока не могут взять ситуацию под контроль. В результате дорожных заторов скованными оказались МКАД, Третье транспортное кольцо, многие проспекты улиц. Общая длина пробок, вызванных снегопадом, утром была равна расстоянию от столицы до Новосибирска. Об этом сообщают эксперты портала Яндекс.Пробки. Сейчас положение несколько улучшилось, но, как сообщили мне некоторые водители, дорога по обычным маршрутам у них сегодня заняла в три, а то и в четыре раза больше времени, чем обычно. Многие, к тому же, стали свидетелями многочисленных аварий. С какими проблемами сталкивались? Я не видел, что убирали. Я видел, что посыпали. А потом просто накат появился, он потихоньку разбирается. Ну да, были там мелкие аварии, народ там глумился по-своему. Не убирают снег, а так все нормально. Не справляются, потому что сложно. Городский центр, бог в том, что говорили. Ехал из Южного Бута, вот сегодня, допустим, ситуация, да, добирался до центра, до Кремля, получается, уже, я так считаю, три с половиной часа. Пока еще не добрался до нужного места. Ну не знаю, наверное, плохо, может, убирает, не знаю, может, много машин просто. На дорогах сейчас, кажется, работает вся имеющаяся в столице снегоуборочная техника. Но этого явно недостаточно. Кроме того, машинам, которые должны вывозить снег, так же, как и остальным, приходится подолгу стоять в пробках. Ну давайте посмотрим. Мобильно перемещаться по городу не получается и у коммунальщиков. Светофоры в центре все время горят желтым, показывая, что водители должны ориентироваться на состояние дороги и проезжать, как только у них появится такая возможность. Сами улицы, после поливки реагентами, сейчас залиты грязные жижи, на обочинах грязные сугробы, работают на улицах и многочисленные дворники. Как рассказали мне некоторые из них, сегодня их вызвали на дополнительную смену. Но даже несмотря на это усиление, многие тротуары остаются неубранными, не хватает рук, да и техника специальная не помешала бы, жалуются те вот самые дворники. Отмечу, что по оценкам метеорологов, снегопад в столице продолжится до выходных. Так что непростая ситуация, по всей видимости, Маша, продут сохраниться еще как минимум на сутки. Спасибо, Володя, мой коллега Владимир Роменский. Володя, мой коллега Владимир Роменский.